Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Здесь есть режим наблюдения за насыщением крови и кислородом, артериальное давление, температура и пульс. Монитор пациента – аппарат искусственной вентиляции легких. Такое оборудование обязательно должно быть в перинатальном центре. Состояние женщины в родах всегда непредсказуемое, нередко нужно обезболивание или наркоз. За эти манипуляции отвечает небольшая команда анестезиологов и реаниматологов. Возглавляет отделение Константин Соколов. Сам он родом из Кировской области, в Первоуральске работает врачом уже больше 14 лет. Говорит, мук выбора профессии не было, ведь родители Константина и его сестра тоже медики. Его работа для пациентов почти незаметная, но очень ответственная. Нам надо собрать весь анамнез, установить, какие есть показания противопоказания. И вот на этом фоне, если пациентка стабильно и уходит в послеродовое отделение, мы ее отпускаем, конечно же. Но ситуации бывают всякие, и нам, как анестезиологам, надо быть готовыми ко всему. Нам сказали, вот наши акушеродоплесные гинекологи, ребята, бежим. Мы руки в ноги и побежали в операционную. Все. Нам сказали, ребята, ждем. Мы сидим, ждем. Если анестезиолог на кресле, значит, все идет спокойно. А если что-то идет не так, анестезиологи бегут в реанимацию. Работа не из простых, как и у любого медика, признается Константин. Но главное здесь чувствовать себя на своем месте. Если любишь профессию, никакие трудности не страшны. Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, Константина Соколова, а также еще двух сотрудников Перу-Уральской больницы, награждают почетными грамотами губернатора Свердловской области. Соколов Константин Юрьевич, заведующий отделением врач-анестезиолог и аниматолог. Работа в должности заведующего перинатального центра максимально улучшен показатели по региональным методам обеспечения при операции кислого сечения, доведя эти показатели до 98%. Торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника проходит во Дворце культуры «Огнеупорщик». Еще 217 сотрудников городских медучреждений отмечают благодарственными письмами и дипломами областного и городского значения. Кристина Сипьева и Николай Швецов.